Пять лет в Оренбургской области действует программа «Земский доктор». За это время переехать работать в сельские больницы согласились больше 400 специалистов. Все они получили от государства подъемные в 1 миллион рублей. Решил ли федеральный проект проблему дефицита кадров в медицинских учреждениях? И почему в Оренбургскую глубинку едут врачи из Санкт-Петербурга и Москвы? Смотрите далее в нашей программе «Область 56». Голокружение сопровождалось? Чувствую тошноты? Нет. Покачивание, приходьбе? Да. Ренат Байтимиров в Новосергиевской больнице личность, можно сказать, уникальная. Ведь мало кто согласится бросить хорошую работу в самой Москве ради карьеры в глубинке. Встретил девушку, она оказалась с этого района. И вот за ней и приехал. У нее контракт с железной дорогой. И она должна отработать на линии Южной Уральской железной дороги. На удивление доктора, районная больница по оснащенности оказалась ничем не хуже столичной. У нас есть инструменты для работы. Например, компьютерный томограф, что не в каждой районной больнице есть. У нас организовали первичное сосудистое отделение. В данном случае я работаю неврологом в неврологическом отделении, первичное сосудистое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У нас есть аппарат ультразвукового исследования, экспертного класса. Тоже, что не в каждой районной больнице. У нас есть травмоцентр. Коалифицированные специалисты приехали по этой программе «Иземский доктор». Очень много, кстати, таких, как я. В общем, для районной больницы условия более чем предостаточно. В детстве, как и любой мальчишка, рожденный в 80-е, Ренат мечтал стать непременно космонавтом. Но интерес к биологии, анатомии человека заставил пойти в медицинскую академию. Потому свою профессию врач считает призванием. Сложнее всего, ну, наверное, как бы вам сказать-то, быть в курсе всех законодательных изменений, которые происходят очень часто, каких-то предпочтений или, как скажем, постановлений со стороны медицинских страховых компаний. Служу федеральную трассу с ДТП, с тяжелыми травмами обращаются. Ну и переломы в основном, переломы, резные раны. А это врач-травматолог Марий Салихов. Сразу после медакадемии молодой человек подался в Санкт-Петербург за длинным рублем. Однако больших денег в культурной столице он не заработал, потому и вернулся строить карьеру на малую родину. С удовольствием работаю. Нравится мне эта профессия. Поэтому особого напряжения какого-то или переутомления нет. Тем более после Большого города я практически здесь отдыхаю. То есть дом рядом, все условия рядом. Там пробки, сами понимаете, Большой город, напряжение, постоянный поток больных идет в десятки раз больше, чем здесь. Марийс в Новосергиевскую больнице устроился только-только. И администрация медучреждения постаралась сделать все, чтобы молодому врачу было комфортно на новом месте. Администрация помогла с жильем, то есть помогли мне найти жилье, оплачивает ее и половину стоимости коммунальных услуг. Я, можно сказать, хорошо устроился. А какое-то наставничество здесь есть? Врачи там будут старше, помогают здесь? Да. Бигбаев Кайрат Моргалевич здесь, травматолог. Я с ним работаю, он помогает мне очень хорошо, объясняет все, берет на операцию, рассказывает. То есть принял как своего родного. И как будто мы знакомы лет 10 с ним. По условиям программы взамен подъемных медики обязуются отработать земскими докторами 5 лет. Молодой врач-невролог Ренат Байтимиров в раздумьях. Как поступить, когда закончится контракт? А вот травматолог Марий Салихов для себя уже все решил. У меня жена тоже врач. Тоже по федеральной программе. Надеюсь получить еще миллион и купить участок, присматривать здесь Новосерегской больнице. И остаться. Меня в принципе все устраивает здесь. Особой рвения куда-то нет. То есть работа, дом, семья, все есть. Можно корни пускать, как говорится. Местные, вот с Абдулина, вот из Оренбурга. В Новосергиевку по программе «Земский доктор» за несколько лет приехали 29 специалистов. Благодаря подъемным в миллион рублей их удалось практически полностью укомплектовать штат больницы. У нас 6 врачебных амбулаторий, электрозаводская участковая больница, 43 ФАПа и 5 домовых хозяйств. И все укомплектовано у нас. Программа для села, конечно, очень ценная. И хотелось бы, чтобы она продолжалась. Потому что как-то в село меньше рвались раньше люди. В региональном Минздраве подсчитали. За время действия проекта «Земский доктор» на село удалось привлечь больше 400 специалистов. Это один из лучших показателей в стране. Можно было достичь еще больших результатов, если программа бы действовала и в малых городах Оренбуржья. Мы написали уже в правительство Российской Федерации рассмотреть нашу инициативу, допустить малые города с численностью менее 60 тысяч. Нужда в этом есть. В основном по программе идут педиатры, терапевты, акушерогинекологи, анестезиологи, реаниматологи, хирурги и патологоанатомы. В Минздраве уверены, докторов привлекает не столько миллион, сколько желания работать в медицине, желания помогать людям. Отбирать надо специалистов и после школы отбирать деток, детей, школьников, тех, которые заинтересованы в самом профессиональном подходе к лечению, для которых профессия врача является дорогой и святой. У нас есть специализированные классы, в Орске есть классы, в Оренбурге класс, которые уже начиная с 9, 10, 11, они готовят специально человека к медицинскому образованию. Подготавливают тех, кто желает. И поверьте, есть такие. И сейчас подготавливается очень неплохая плеяда молодых людей в академию. Федеральная программа «Земский доктор» за несколько лет перетерпела ряд изменений. По информации регионального Минздрава, сейчас в Москве рассматривают вопрос об изменении возрастного ценза для участников проекта. Дело в том, что пока в нем могут участвовать специалисты до 45 лет. И есть идея вообще убрать возрастные рамки. Кроме этого, возможно, программа начнет действовать не только в селах, но и в малых городах Оренбуржья. Редактор субтитров А.Семкин